Что говорит цвет менструальной крови о вашем здоровье? Месячные и то, как они проходят, это самые важные намеки на то, что происходит в женском организме. Внимание к цвету менструальной крови может спасти вас от нескольких очень опасных заболеваний. Так все ли в порядке с вашим здоровьем? Или происходит что-то настораживающее? Давайте узнаем. Но прежде чем мы раскроем все детали, убедитесь, что нажали кнопку подписаться и небольшой колокольчик уведомлений. Теперь вы всегда будете успевать на каждую тусовку на яркой стороне. Но давайте вернемся к делу и начнем с номера 7. Розоватый цвет. Если вы заметили, что менструальная кровь часто имеет розоватый цвет, это может указывать на низкий уровень эстрогена. Хотя тут есть важный момент, который стоит упомянуть. Согласно исследованию, проведенному компанией Nexon в Филадельфии, это очень распространено среди заядлых бегунов. Это происходит просто потому, что спорт, особенно бег, может снижать уровень эстрогена, и это не обязательно плохо. Но не стоит терять бдительность. Исследование, проведенное Центром эндокринологии и метаболизма в Центре остеопороза и метаболических остеопатий в Университете Арканзаса по медицинским наукам и Центральной системе здравоохранения ветеранов в Арканзасе, выявило страшную связь между низким уровнем эстрогена и остеопорозом в дальнейшем. Так что не забывайте следить за собой. Регулярно посещайте врача, чтобы избежать любых неприятных последствий. Номер 6. Водянистый Если менструальная кровь очень светлого розового оттенка или практически бесцветна, это плохой сигнал. Такой цвет крови может означать, что вам либо не хватает питательных веществ, либо вы находитесь в группе риска рака яичников. Но рано паниковать Согласно Калифорнийскому университету в Сан-Франциско, рак фаллопиевой трубы составляет меньше 2% всех гинекологических раков. Вдобавок все зависит от множества других факторов. Только ваш врач может точно сказать, что происходит, и сообщить настоящую причину потери цвета менструальной крови. Просто помните, что водянистая или почти бесцветная кровь – это крайне важный сигнал от организма, что что-то не так. Номер 5. Темно-коричневый Темно-коричневый цвет может вызывать в вашем сознании беспокойство, но на самом деле это абсолютно нормально. Карен Каркама, доктор медицины, магистр в области здравоохранения и акушер-гинеколог в Институте женского здоровья в Сан-Франциско, подтверждает, что это всего лишь старая кровь, которая сидела в матке слишком долго, из-за чего и стала коричневой. Врачи до конца не уверены, почему так происходит, но одно можно сказать наверняка – в этом нет ничего плохого. Если вы беременны и у вас появились кровянистые выделения, коричневый цвет может означать, что произошла остановка активного выделения крови. Опять же, в этом нет ничего плохого. Однако, учитывая ваше нынешнее положение, лучше всего сообщить врачу о любых изменениях, которые происходят с вашим телом. Номер 4. Густые, похожие на джем со сгустками Если вы часто видите джемоподобную кровь с темно-красными сгустками, обычно это означает, что у вас низкий уровень прогестерона и высокий уровень эстрогена. Да, уровень эстрогена на самом деле влияет на цвет менструальной крови. Большую часть времени такая менструальная кровь не значит ничего плохого. Но есть одно небольшое исключение. Если сгустки большие и их слишком много, есть вероятность серьезного гормонального дисбаланса. Это также может быть вызвано фибромами в матке. Другими признаками являются кровотечение между месячными, усиленная потребность в мочеиспускании, вздутие живота или болезненный секс. Если хотя бы два этих симптома описывают вашу ситуацию, немедленно посетите врача. В этом состоянии нет ничего страшного, но его не стоит игнорировать. Номер 3. Серовато-красная смесь Серая менструальная кровь или смесь серого и красного имеет много значений. К сожалению, вы не будете рады ни одному из них. Обычно это красный флаг для ЗППП и ИППП. У всех них есть дополнительные симптомы и признаки, так что не стесняйтесь консультироваться с врачом по этому поводу. Но все становится еще тревожнее, если вы пропустили хотя бы одну менструацию. По словам Карен Каркама, это может быть признаком раннего выкидыша. На самом деле эта проблема намного более распространена, чем вы думаете. Клиника UC Davis Health оценила, что у 10-20% женщин случаются ранние выкидыши в течение первых 10 недель. Вот почему так важно регулярно проверяться у врача до и после того, как вы забеременеете, чтобы всегда знать, что происходит и как можно защититься от жутких сюрпризов. Номер 2. Клюквенно-красный Яркий клюквенный цвет крови настораживает многих женщин, но на самом деле именно так должна выглядеть естественная и здоровая менструальная кровь. Но это не значит, что нужно перестать ходить к гинекологу. У некоторых серьезных заболеваний очень скрыты симптомы, когда кажется, что все отлично, но в организме происходит необратимый процесс. Так что да, можно вздохнуть с облегчением, что цвет менструальной крови идеален. Тем не менее, этой причины недостаточно, чтобы забыть о регулярном посещении врача. Номер 1. Оранжевый Оранжевый красивый цвет, но никогда дело касается менструальной крови. На самом деле, оранжевая кровь имеет почти то же значение, что и серо-красная. Предупреждение об инфекции. Если она сопровождается неприятным запахом и острыми болями, это опять же может быть либо ЗППП, либо ИППП. Однако тут есть и другая сторона. Если конкретнее, некоторые женщины признаются, что у них были оранжевые кровянистые выделения через 10-14 дней после зачатия. Конечно, не у всех женщин случаются выделения при зачатии, но по сути, если вы видите выделения, которые не переходят в месячные, есть неплохой шанс на то, что вы беременны. Вот и весь список менструальной палитры. Но есть еще одна вещь, которая сбивает многих женщин с толку. Смена цвета крови во время месячных. Не волнуйтесь. Для менструальной крови совершенно нормально менять цвет от начала к середине и к концу цикла. Разный цвет от месяца к месяцу тоже в порядке вещей. Просто следите за цветом и немедленно звоните врачу, если он меняется на подозрительный. Обычно цвет менструальной крови варьируется от ярко до темно-красного. Поскольку он связан с током крови и временем, которое она пробыла в матке. Например, течение крови может быть довольно быстрым в начале и замедляться ближе к концу. Если вы не ведете активную жизнь, это тоже влияет на цвет крови, делая ее темнее. Самое важное – это регулярно посещать врача и немедленно записываться на визит, если заметите изменения в месячных. Если у вас нерегулярный цикл, меняется его длительность, вы испытываете сильную боль или появляется кровотечение между месячными или после менопаузы, позвоните врачу. Если вы беременны, следите за любыми выделениями и кровотечением. В некоторых случаях они могут быть признаком выкидыша. Так что заботьтесь о себе и будьте здоровы! У вас есть другие деликатные вопросы, на которые вы хотите получить ответ в видео? Выскажите свои идеи и предложения в комментариях. Пока вы здесь, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с подругами. В конце концов, это информация, которую должна знать каждая, верно? Если хотите видеть больше видео на яркой стороне, нажмите подписаться и присоединяйтесь к нам. До скорого!